Вы ведь встречали людей, которые медленно поднимаются по лестнице, неуклюже выходят из транспорта, они всем мешают, их пытаются обойти. И далеко не всегда этим людям за 60, почти половина страдающих проблемами и болями в суставах, люди молодые. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой и телевизионной помощи Дмитрий Кудашев, врач-травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением клиник Самарского медуниверситета. Да, все верно. Спасибо. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Ваши вопросы Дмитрий Сергеевич ждет, на них ответит. Я смотрела в интернете информацию, готовилась к программе и увидела, что ваши коллеги пишут про вас ученик легендарной Самарской школы ортопедов. Она легендарная? Интересное мнение. Первый раз, пожалуй, такой вопрос я слышу. Действительно. Если говорить о школе Самарской травматологии-ортопедии, то, вне всякого сомнения, можно сказать, что это легендарная школа. Потому что это и академик Российской академии наук Александр Федорович Краснов, это его ученик, академик Российской академии науки Геннадий Петрович Котельников. Это целая плеяда травматологов-ортопедов, которые работали и на кафедре, и которые, выпустившись с кафедры, возглавляли кафедры травматологии-ортопедии в различных вузах страны. И, в принципе, это целое такое ортопедическое дерево. То есть у нас вот на кафедре в нашем мини-лекционном зале есть такой целый стенд, висит это дерево, рисунок, подаренный одним из пациентов, где фактически каждая веточка, каждый листочек – это та или иная фамилия, та или иная личность, за которой, собственно, скрываются те или иные достижения. И, в общем-то, здесь сомнений нет. Это, в общем-то, так и есть. Тут скромные четверятели приходится, потому что и президент нашего университета Геннадий Петрович, он травматолог-ортопед, и до него ректор Алиса Афиш Краснов, тоже травматолог-ортопед, и целый-целый ряд наших великих травматологов-ортопедов – это выпускники нашей кафедры. Поэтому я могу с гордостью и со счастьем сказать, что я где-то там такая какая-то веточка на этом тоже дереве, потому что это здорово на самом деле. Ну вот, когда речь заходит о травматолого-ортопедическом отделении, люди, ну, в простонародье все говорят – травма, травма, и пошел в травму, лежал в травме. И представляется, ну, куча людей на костылях, в перебинтованных руках-ногах, а на самом деле это же, наверное, что-то более глубокое и сложное. Ну, дело все в том, что… А, Дмитрий Сергеевич, я вот прям сразу вас перебью, пока вы не ушли в важную мысль. Давайте звонок послушаем, нам уже позвонили. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, доктор, вот доктор Ост советует такую процедуру. Берут кровь, делают из нее плаку и вводят в колено. Говорят, это очень эффективное лечение. Артроза. У вас болят колени, да? Так вот, да. Стоит лезть, да. Артроз. Да, спасибо за звонок. Вот мы еще про артроз даже не начали, а уже пациентка молодец какая, да. Видите, уже и пациенты в тренде, не только врачи, но и пациенты в тренде тех методов лечения, которые применяются при составной патологии. То есть вам не надо ничего. К вам придет пациент и скажет, доктор, мне вот нужно сделать это. Да, вы знаете… Простите, шутим. Нет, нет, происходит именно так. Пациент сейчас очень подкован, он обладает всей информацией, иногда задает вопросы, которые в тупик не ставят, но вызывают такой неподдельный интерес у меня. Что касается вашего вопроса, значит, если коротко. В свое время было открыто, установлено, что в клетках крови, в тромбоцитах, в лейкоцитах и отчасти в ретроцитах содержатся определенные биологически активные вещества. Эти вещества обладают стимулирующим действием, в том числе на хондрогенный потенциал. То есть они, не сами эти клетки крови, а вещества, которые в них содержатся, они стимулируют формирование новой хрящевой ткани. Ну, по крайней мере, стимулируют это вот. Не вызывают прям рост ее, но стимулируют. И то, о чем вы говорите, процедура, очевидно, это так называемая перпитерапия, то есть это терапия препаратами, концентрированной плазмы крови. Процедура эффективная, но нужно четко понимать, что для каждой процедуры есть свои показания. То есть, в частности, то, о чем говорит наша пациентка, очевидно, мы не ошибаемся, идентифицирует метод лечения. Этот способ применяется все-таки при начальных стадиях артроза. Это первая, вторая стадия. Что касается третьей, четвертой стадии, а мы знаем, что артроз – это четырехстадийное заболевание, и экватором этого заболевания является вторая стадия. Так вот, все, что переходит за экватор, здесь уже нужно подумать, будет ли эта процедура эффективна или нет. По крайней мере, доктор, который выполняет эту манипуляцию у пациента с зашедшим формами артроза, он должен проинформировать пациента о том, что данная процедура есть, ее можно применить, но ее эффективность будет не очень высокая. Либо по продолжительности времени это будет не очень короткий период действия, положительный эффект реализован, либо это будет эффект сам по себе реализован не очень полноценно. Я хочу вернуться к вопросу, который я вам только что задала, и немножечко его, может быть, даже сузить. Правильно ли я понимаю, что в вашем отделении в основном применяется хирургическое лечение? Да, у нас отделение хирургической направленности, то есть у нас достаточно высокая оперативная активность. Она составляет порядка 91-95%, то есть из 100 пациентов, поступающих к нам в отделение. 95 пациентов – это пациенты на то или иное вмешательство. Операцию, которую вы делаете чаще всего, это что? Имеется в виду конкретно я, или имеется в виду отделение. В отделении у нас традиционно есть порядка пяти направлений, которыми мы занимаемся исторически уже давно, занимаемся эффективно. Пациенты – это эндопротезирование крупных суставов, тазобедренного и коленного, как первичное эндопротезирование, так и ревизионное, то есть уже какие-то вмешательства по поводу установленного эндопротеза и проблем, возникающих с ним. Это различного рода патология стоп, это та самая пресловутая шишка на большом пальце или шишки на ногах, как называют их пациенты. Это вторичные деформации стоп вследствие каких-то артропатий, посттравматические деформации. Далее – это органосохраняющие вмешательства при поражении, опять же, крупных суставов. Это могут быть те же самые остеоартрозы. Это может быть асептические некрозголовки бедра, заболевание, которое свойственно молодому возрасту и очень имеет неблагоприятное течение. Наконец, это реконструктивные вмешательства, которые выполняем пациентам с повреждениями внутри суставных структур. Это эндоскопические или, что касается, в плане ортопедии, правильнее будет говорить, артероскопические вмешательства при застарелых повреждениях внутри суставных структур. Медеминистки коленного сустава, передняя и задняя крестообразная связка, боковые связки. Это дефекты хряща, конечно же. Это одно из научных направлений деятельности отделения. И, в общем-то, все, что касается любых деформаций нашей опородвигательной системы, любого характера. Первичного, то есть, как правило, врожденного, либо вторичного вследствие травмы, заболеваний. Слушаем вопрос. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Наколько быстро можно вернуться к работе после замены зазобедренного сустава? Очень не хочется надолго подать до структур. Конечно. Полностью вас поддерживаю. Спасибо. Это очень интересный вопрос. Следует отметить, его задают не все пациенты. Далеко не все. После эндопротезирования тазобедренного сустава мы реализуем систему реабилитации фасттрек. То есть, это быстрое восстановление, предусматривающее, что пациенты оперируют. На второй день мы пациента присаживаем в кровати. В этот же день мы можем вечером уже поставить на костыли, то есть вертикализировать. И со второго дня после операции, то есть, ну, третий-второй день, пациент начинает перемещаться по палате. Конечно, конечно. Швы мы накладываем, например, в отделение косметическое. То есть, швы пациенту снимать нигде не надо. Не требуется походы в поликлинику, к хирургу и так далее. Швы накладываются из биодеградируемого материала, то есть они рассасываются. Спустя примерно 5-6 дней, ну, 7, это может быть такой средний, если возьмем 7 дней после операции, пациент выписывается. И, в общем-то, он примерно в течение 4-х недель ходит на костылях, потом он переходит пациент на трость порядка 2-3 недель. И, собственно, на этом его, вот эта вот реабилитация, она заканчивается, потому что дальше вот эта вот бытовая либо социальная реабилитация, это дом, это какие-то бытовые нагрузки, да, ну, элементарные, перейти из комнаты в комнату, помыть посуду, где-то что-то поднять, где-то что-то застелить и так далее. И, в общем-то, пациент восстанавливается, тем более сейчас эти операции выполняются достаточно быстро, достаточно нетравматично, пациенты восстанавливаются достаточно качественно, в короткие сроки. То есть уволить с работы не успеют, возможно? Это очень такой момент. Не факт? Нет, 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 не успеют. Не успеют, это точно. Опыт уже есть таких пациентов. Отлично. Дмитрий Сергеевич, прелесть вашего рабочего места, вашего учреждения в том, что вы можете себе позволить и даже должны не только лечить, но и заниматься наукой. Этим клиники, собственно, и отличаются от каких-то других наших лечебных учреждений. Так вот, благодаря тому, что вы можете заниматься наукой, какие задачи вам в первую очередь казалось бы правильным и важным решить, чтобы лечение и реабилитация для пациентов проходили как можно быстрее, гармоничнее, эффективнее, если я вот понятно сформулировала вопрос. Конечно, конечно. На мой взгляд, цель любой науки, в частности, если мы касаемся медицины, ортопедии, хирургии, она должна быть обязательно прикладной. То есть это должна быть не наука ради науки. Это должны быть какие-то исследования, какие-то разработки, которые позволяют прежде всего улучшить качество оказания помощи пациентам. В виде чего? Будет это в виде улучшения результатов лечения непосредственно в качестве результатов операции. Либо это ускорение сроков восстановления пациента. Либо это снижение травматичности того или иного вмешательства. Это уже вопрос второй. Самое главное, что любая наука должна преследовать, с моей точки зрения, в медицине. Цель именно направлена на пациента, ассоциирована была быть с ним. В ортопедии, например, это, конечно же, разработка, с одной стороны, тех вмешательств, которые позволяют пациенту, ну, возможно, при, казалось бы, уже таком далеко зашедшей форме заболевания, позволить провести какое-то вмешательство, либо разработать технологию, которая позволит пациенту уйти от, допустим, органозамещающих операций. Ну, например, у пациента имеется остеоартроз, который, казалось бы, все говорят, нужно делать эндопротезирование. Так вот, нужно постараться наукоемко поработать и придумать что-то, что позволило бы пациенту провести продукт вашего труда, какую-то операцию, либо какой-то поставить имплант, либо что-то, что пациенту позволит не выполнять эндопротезирование еще какое-то количество лет. Но вы же придумаете? Или уже придумаете? Мы придумываем. Мы достаточно в этом плане продуктивно работаем. Опять же, говорю это без какой-то скромности, потому что это действительно результат нашего труда. У нас ежегодно на кафедре, и в частности в отделении, мы патентуем порядка, ну, пяти, семи, десяти патентов в год. Это изобретения, которые получают статус патента на изобретение Российской Федерации. Это либо способы операции, либо это какой-то инструментарий, либо какая-то технология. И что самое главное, мы их потом успешно внедряем у себя же. Пообщаемся со зрителями. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня такая проблема. Меня хорошо слышно? Да, да. Значит, вы мне поставили диагноз, сколько-то отростка забезненного сустава. Где-то на протяжении уже полугода я не могу сделать отростки, так как есть сопутствующие заболевания. У меня положительный висит статус 21 год. Но у меня хорошая анализ, я наблюдаюсь. Возьмется ли ваша клиника, в моем случае, на операцию? Вот так. Ладно. Вопрос не в бровь, а в глаз прям. Вопрос совершенно, не скажу, что он рутинный. Он не какой-то казуистический, либо какой-то вот что-то из ряда вон выходящее. Очень часто у пациентов артрозы развиваются вследствие, скажем так, основной какой-то патологии. Это может быть какая-то инфекция, это может быть какая-то приобретенная инфекция, врожденная. Ну, не то чтобы врожденная, а какой-то перенесенный в действие, там, гематогенный остеомилит или так далее. Смысл в чем? Смысл в том, что возьмемся мы или нет, зависит от состояния вашего организма. То есть у нас каждый пациент получает при первичном приеме список обследований, так называемый чек-лист предоперационного обследования, по результатам которого мы смотрим, готовы ли мы этого пациента взять или нет с точки зрения состояния организма и наличия противопоказаний. То есть, другими словами, наличие в данном случае ВИЧ-инфекции не является противопоказанием к эндопротезированию. То есть, а дальше уже я резюмирую, если все обследования, которые необходимо будет сделать, скажут, что да, можно, то, в общем, никаких проблем для вашего лечения в клиниках. Ну, это нужно прийти на прием, потому что эти ситуации достаточно индивидуальные. Я уже готовлюсь к вам, пресс-секретарем, идти. Итак, это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Дмитрий Кудашев, врач-ортопед-травматолог, заведующий травматолога ортопедическим отделением клиник мед. университета. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. И сейчас мы, давайте, ненадолго отойдем от этой темы и узнаем, что же произошло в здравоохранении региона за ту неделю, что мы с вами не виделись. В России продлили срок получения бесплатных лекарств для людей с болеваниями сердца. Воспользоваться льготами можно в течение двух лет после постановки на диспансерное наблюдение. В перечне входит более 20 наименований препаратов. Заболеваемость с коронавирусом в регионе увеличилась на 34,5%. Рост коснулся всех возрастных групп, кроме 15-17 лет. Число заболевших растет среди работников промышленных предприятий, сферы услуг, торговли и транспорта, а также ЖКХ. В Тольятти открыли новый инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19. Он включает в себя приемно-диагностический блок, стационар на 50 коек, а также отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с собственной системой вентиляции и санузлом. Увеличен размер ежегодных подъемных для медицинских работников. Сумма выплаты молодым специалистам составит 200 тысяч рублей. Для наиболее дефицитных специальностей – 300 тысяч. После получения выплаты необходимо отработать в учреждении не меньше трех лет. Сотрудники онко- и кожного венерологического диспансеров провели профилактическую акцию на набережной Некрасовского спуска. Мероприятие посвятили профилактике злокачественных новообразований кожи. Жители смогли узнать о мерах профилактики меланомы, а также получить консультацию врача-онколога. Возвращаемся в студию и сразу же слушаем звонок. Алло, здравствуйте. 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 У меня примерно 80 лет. Звучит ли я Юрий Никитич? Да. У меня прививку делать или нет, я хочу спросить, у меня распределитель железы. Георгий Никитич, мы поняли вопрос, но давайте что-то ответим. Это в плане вакцинации при сопутствующей патологии. Да, это в плане вакцинации при ковиде, да, правильно? Да, это в плане вакцинации при ковиде, да, правильно? Ну и что? Я думаю, что все-таки данный вопрос, он в компетенции терапевта, скорее всего, потому что терапевт оценивает соматический статус и так называемый медотвод. Здесь вот комментарий, пожалуй, такой будет. Да, Георгий Никитич, вам в любом случае нужно посетить своего доктора лечащего и проконсультироваться с ним или с терапевтом и получить ответ на этот вопрос. А мы про замену суставов пытаемся говорить. И, ну, самое первое, наверное, все-таки вот когда и кому стоит этим озадачиваться? Этим стоит озадачиваться при появлении болей, ограничении движений в суставе, которое приводит к снижению качества жизни. Последнее, самое важное, потому что никто не знает, насколько конкретно вам снижение качества жизни, как повлияет боль и ограничение движения именно на ваше качество жизни. Но в любом случае, если вы чувствуете, что у вас появилась суставная боль, которая ограничивает ваши перемещения, подъем по лестнице, ваши бытовые какие-то нагрузки, то, скорее всего, нужно просто обратиться на прием к ортопеду. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот я планирую операцию по замене коленного сустава. Могу ли я выбрать протез? Есть вообще выбор или это только единственный вариант, который мне покажет доктор? Что касается эндопротезирования коленного сустава, эти операции выполняются в рамках федеральных квот. Вот. Соответственно, в рамках этих квот закупаются эндопротезы. Эндопротезы, как правило, в лечебном учреждении нескольких производителей, это импортные эндопротезы. То есть... Не из гипса сделаны. Нет, конечно, конечно. Это очень частый вопрос, что у людей такое представление о том, что если эта операция делается бесплатно за счет государства, то это обязательно какая-то экономия на пациенте, это какие-то бюджетные протезы, деревянные, железные и так далее. Нет. Это, как правило, импортные производители двух-трех видов, поэтому в рамках вот этого выбора вы, естественно, выбрать можете. Но это тема отдельного разговора, потому что с каждым пациентом приходится долго беседовать, объясняя, что эндопротез в принципе это такой продукт, который не может быть некачественным. То есть я не представляю какую-то в России, тем более за убежденную клинику, которая ставит эндопротезы под грифом бюджетный эндопротез. Их просто не существует. Я вчера очень долго изучала ваш аккаунт в Инстаграм, уж простите. Спасибо. И вас хочу процитировать. Фраза, которая меня тоже немножко поразила. Операцию эндопротезирования коленного сустава невозможно не любить за ее красоту, интеллектуальность, утонченность. Вы просто не доктор, поэт какой. Ну, понимаете, видимо, это вот та самая история, когда профессия – это хобби, а хобби – это профессия. Дело все в том, что эндопротезирование коленного сустава даже в профессиональной среде считается операцией такой, несколько машинально. Машинально, то есть такой заскриптованный. То есть есть какой-то мунаул, по которому нужно зайти, что-то отпилить, куда-то что-то выбросить, что-то прибить, приклеить, привинтить. И, в общем-то, ну, неважно, что за пациент, какая у него коленка, что у него там с ногой. Операция, она такая вот. Ничего там интересного. Но есть очень такое классное выражение и отражающее философию эндопротезирования коленного сустава, что эндопротезирование коленного сустава – это не операция пиления костей. Это операция, во время которой хирургу нужно очень долго, глубоко, неожиданно думать, принимать иногда неординарные решения, даже в рамках этой такой, казалось бы, шаблонной операции. И, более того, нужно четко понимать, что каким бы шаблоном ни было эндопротезирование коленного сустава, наша цель все-таки – это пациент, это его желание сделать ровной, красивую, функциональную ногу. Вот, во-первых, видно, что думать и изобретать вам-то доставляет удовольствие, а мы общаемся со зрителями. Алло, здравствуйте. Я с вами уже говорил, вы сказали к врачу, врачи. Да, Георгий Никитич, к врачу. Я, я обращался, поставил мой дедюк. Что сказал врач? И все, она говорит, я не знаю. Георгий Никитич, давайте так поступим. Вы, пожалуйста, перезвоните еще раз нашему оператору и оставьте ваш номер телефона. Я думаю, что мы с Дмитрием Сергеевичем по дружбе найдем, наверное, человека, кто вас проконсультирует. Безусловно, безусловно. Да, перезванивайте, пожалуйста, оставьте номер. Я не могу не спросить вас. Очень хочу, чтобы вы зрителям об этом рассказали. Я слышала, что буквально через несколько дней в клиниках и конкретно вами будет проведена какая-то уникальнейшая операция, которая в Самаре будет проводиться впервые. И более того, которая была в России, это только в 2016 году впервые, по-моему, в Питере сделана. И, в общем, очень-очень редкая, уникальная вещь. Да, действительно, скажу коротко, постараюсь коротко, но коротко об этом не расскажешь, но постараюсь. Есть ситуации в эндопротезировании нетривиальные. То есть у нас имеется клинический случай. Есть пациентка, у которой стоит эндопротез забедренного сустава. При этом развилось такое осложнение, как нестабильность компонентов эндопротеза. То есть компоненты эндопротеза в кости стали иметь подвижность. Кроме этого, у этой пациентки вследствие в том числе подвижности компонентов патологически развился остеолизис. То есть у него сформировался дефект костной ткани. Дефект достаточно большого размера, который, к сожалению, трудно заместить какими-то штатными, имеющимися у нас на рынке, девайсами, либо аугментами, либо, скажем так, приспособлениями для замещения костных дефектов. В этих случаях пациенту изготавливается индивидуальный компонент. В данном случае это будет изготовлено, она уже изготовлена, индивидуальный ацетабулярный компонент. Это титановое устройство, это имплант. Если примитивно сказать, часть кости. Это часть кости, которая утрачена у пациента, и часть кости, утраченная, которая была смоделирована на основании компьютерной томограммы, проведенной этой пациентке. Соответственно, нам нужно будет пациентку взять, нужно будет удалить компоненты, стоящие у нее в организме, и поставить новые. При этом один из компонентов, это будет тот самый индивидуальный компонент, который был изготовлен на основе 3D-моделирования, 3D-притинга, специально под эту пациентку. А хирургу обязательно нужно быть уверенным в успехе перед операцией? Хирургу нужно быть... Я не скажу категорично, что нужно быть уверенным в успехе. Это было бы... Это бы звучало из моих уст популистки, поверьте. Это популизм. Хирургу нужно всегда иметь план А, Б и В. Это самое главное. Если хирург идет в операционную, и у него в голове только план А, то это все. Сколько планов у вас на эту предстоящую операцию? На предстоящую операцию, я думаю, у меня не менее 4-х вариантов развития событий, если что-то на каком-то этапе пойдет не так. Очень интересно будет через какое-то время встретиться, поговорить на эту тему, узнать... Всегда, всегда за, и с удовольствием это сделаем. Дмитрий Сергеевич, ну а нельзя все-таки как-то помочь пациенту, не меняя сустав, а попытаться... Ну, я знаю, что нет препаратов, которые способны вырастить хрящи или что-то там... К сожалению, нужно всем понимать, это очень важная мысль. Хрящевая ткань наша, которая, в общем-то, определяет функцию сустава, в ней содержатся клетки хондроциты, которые не умеют размножаться. Нужно это просто всем понять и запомнить. Поэтому на сегодняшний день в мире не придумано еще ни одного способа, который бы позволил вырастить свой хрящ. Есть маркетинг, есть реклама, есть попытки, есть какие-то этапные достижения. Но на сегодняшний день такого нет. Лечебного воздействия, препарата и так далее. Но есть ряд операций, есть ряд манипуляций, которые позволяют простимулировать формирование гиалиноподобной хрящевой ткани вместо утраченного хряща. Эти операции мы тоже делаем и делаем достаточно успешно. То есть вы как стоматологи удалять в последнюю очередь, сначала лечить? К счастью, да. Вы знаете, потому что люди, которые занимаются эндопротезированием, это люди, у которых со временем формируется это не в каменевых огород, потому что я сам, как говорится, из этих. Но есть такое, да, что артроз надо поставить в сустав искусственный, и проблема решится. Но мы смотрим на это чуть более полярно, и мы всегда оцениваем пациента с двух сторон. Давайте явим чудеса мастерства, примем последний звонок, хотя у нас уже почти нет времени. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, алло. Да, да. Вот я, знаете, я очень плохо хожу. Да, дальше. Ну вот у меня и голова кружится, и все, я падала часто. Ага. В чем вопрос? Ну я не знаю, в чем вопрос, это мне надо, или обслеживание. А вы обращались куда-то? Ну у меня... Обращались куда-то. Ну терапевт-терапевт знает, что я плохо хожу. Ну здесь вариант, либо все-таки дойти, если это проблема, связанная с суставами, ассоциированы боли, какие-то хромота и так далее, то к ортопеду. Если же это головокружение инициирует ваше падение, то тогда, наверное, терапевт, невролог и далее в соответствии с их планом обследования и лечения нужно действовать. Ну, увы, у нас буквально, вот если в трех словах, может быть, профилактика, пункт первый, второй, третий. Нет пункта 1, 2, 3. Есть культура здоровья. К сожалению, в нашей стране нужно признать, этот момент очень сильно проседает. Поэтому вредные привычки в сторону, здоровое питание на эту сторону, здравомыслие, отсутствие чего-то такого стрессового, и все будет хорошо. Потому что вот этот момент, к сожалению, вот именно культура здоровья. Именно наши пациенты вот. Дмитрий Сергеевич, я только успеваю поблагодарить вас. Вам спасибо за приятную беседу. За сегодняшний разговор. А мы увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин